Добрый вечер! В эфире программа Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Ремонтируют школу и чистят территорию любимого района. Как барышцы приводят в порядок учебные учреждения, беседки и леса отчитались главе региона. Ссора, переросшая в драку и убийство, стали известны подробности дела в селе Елхово озеро. Там произошло ЧП, за которое преступник понесет наказание. Воспитать человека – хорошее дело. А если это еще и конкурс среди педагогов, то дело и известное. В регионе подвели итоги традиционного состязания. Это и дружба, и борьба. А среди почетных гостей – люди в погонах. Силовики из восьми регионов поборолись на Ульяновском льду. В Барыше вырастет новая школа. По-другому жители района про любимые учебные заведения не говорят. Капитальный ремонт в четвертой школе сейчас идет полным ходом. Здание поменяется почти полностью. Главе региона продемонстрировали ход работ. Здесь же неподалеку Алексей Русских посадил сосну. Обо всем по порядку расскажем прямо сейчас. Капитально отремонтировать огромное здание школы меньше, чем за год. Задача не из простых. Но, судя по всему, подрядчик с ней справляется. Сегодня в четвертой барышской школе уже завершены самые сложные работы. Ремонтаж полностью везде закончили. Оконные конструкции везде, полы, стяжку везде. Стяжки сделали, да? Плитку везде положили. Рабочие уже выравнивают и штукатурят стены, закладывают дверные проемы. На объекте трудится 40 человек. И все согласно графику. Сейчас ребята завершают учебный год в соседней школе в Барыше. Там уплотнили, все нормально? Или вторую смену пришлось делать? Часть первую, часть вторую смену. Сколько здесь детишек у нас учатся? 11 на сегодня. Неподалеку от стройки другое, но уже привычное преображение. Субботники в районе идут полным ходом. Жители в свободное время стараются преобразить и почистить любимые места. Акшуатская аллея на глазах расстается с сорняками, меняет вид, превращаясь в привычную аккуратную достопримечательность. Ну что, не дают вам отдохнуть, да, в праздничные дни? Центр активного долголетия Ракит приветствует вас. Девочки, нам года не беда, кой душа молода. Молодцы. В субботнике это у нас привычное дело. Святое. Какие пожелания, чем помочь вам? Да, все хорошо. Да, слава Богу. Пока своим силами, как их сил не будет, обратимся. Главу региона в стороне отдел насущных оставить не смогли. Вместе с активистами Алексей Русских взялся высаживать очередную сосну. Я таких сосен очень много уже посадил в жизни. Барышский район – один из самых живописных в Ульяновском регионе. А содержать любимые места в порядке местной администрации всегда помогают жители. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск, из Барышского района. В Ульяновске движение трамваев по мосту на Минаево полноценно запустят до конца этого года. Эта дата была озвучена во время осмотра главой нашего региона хода ремонта Минаевского моста. Все работы идут так, чтобы полностью не перекрывать движение по переправе. Это усложняет проведение работ, но снижает напряженность с дорог города. Сейчас Ульяновская область ждет изменений в федеральном бюджете и выделения дополнительного финансирования. Стоят задачи по ускорению темпов строительства. Эти вопросы мы обсуждали с министром транспорта Виталием Геннадьевичем. Сейчас финансирование на этот год порядка 600 миллионов. Финансирование обеспечено и федеральное, и нашей региональной составляющей. Темпы стройки будут сейчас ускоряться. Мы должны сделать все, чтобы до середины 2025 года мост полностью был отремонтирован, было открыто полноценное движение. Сейчас ведутся работы по правому путепроводу, где смонтировано 9 балок. В правой части моста выполнили демонтаж тротуара. У нас с конца года будет полностью открыто движение, две полосы в сторону центра. Одну полосу мы упустим в обратную стопку изъезжей, и приступим к работе по левой стороне. То есть левый путепровод полностью будет разобран целиком, и будет реконструкция левого моста. То есть вся конструкция будет полностью в зимний период начата к переборке. Намечено, что к концу года кольцевая развязка будет полностью готова. Убийство и нанесение ранений в областном суде рассмотрели дело жителя села Елхово озеро Цельнинского района, который напал на соседей пенсионеров. По версии следствия, 64-летний Сагид Фаизов в состоянии алкогольного опьянения пришел с ножом к своим соседям, с которыми у него был конфликт, и напал на хозяйку, а затем на ее мужа. Фаизов на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, вооружившись ножом, незаконно проник в жилище последней, где, угрожая ей убийством, нанес три удара в область живота, опоздал своего мужа, который также находился дома. Последний, выполняя свой общественный долг, заступаясь за свою жену и жилище, выпроводил Фаизова, однако последний нанес потерпевшему три удара. В итоге пожилая женщина выжила, а вот ее муж от полученных ранений скончался. Прокуратура требовала для обвиняемого в убийстве 19 лет лишения свободы. Суд приговорил гражданина Фаизова к 15-летнему тюремному заключению. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитать человека». В нем участвовало 23 педагога из муниципальных образований. Жюри определило лауреатов, а затем выбрало из них тройку призеров. Кто же стал лучшим, в этот раз расскажет Эдуард Истомин. У конкурса «Воспитать человека» хорошая традиция. Стартует она не там, где хотят организаторы, а в том муниципалитете, который заслужил это право. В городе Сингелей, не случайно, потому что там у нас победитель прошлого года, Дежда Барышева. Пробленную столицу вспомнят и не раз, ведь среди участников – руководители школьных музеев со своей местной фишкой. Кроме них, конкурсное счастье пытали классные руководители, а еще советники директоров школ по воспитанию. «Вички! Ура! Уже пора!» Екатерина Рыжова придумала со школьниками креативное прощание, но оно не разъединяет, а скорее сплачивает, а еще побуждает к новой встрече. Молодой советник по воспитанию открыт к новому, хотя и Макаренко у нее в большом почете. Все же основа, основ любой практики воспитания – это любовь к ребенку. Лично сноориентированный подход к каждому ребенку – понимать его, слышать и постараться помочь реализовать свой потенциал. Одно из испытаний называлось «Воспитательное событие». Оно окрылило педагога из архангельской школы. Екатерина Рыжова рассказала про традиции семьи и страны, да так убедительно, что стала призером конкурса второй степени. Молодец! Молодец! Всего девять испытаний, среди них работа над ошибками и вопрос от эксперта. Вот где нужно не стушеваться, сумев перестроить мысли. По итогам всех заданий победный диплом у преподавателя математики губернаторского лицея номер 100. Вручается Аплазова Юлия Борисовна. Третье место в конкурсе завоевала педагог Ундоровского лица Людмила Улюкина. Призеров наградили денежными премиями. Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса, хотя другим участникам дверь туда также не закрыта. Любой участник нашего сегодняшнего регионального этапа может стать участником Всероссийского, преодолев определенные ситы образовательных мероприятий, которые будут с ним проводиться в течение мая. В этом году, кроме привычных номинаций, в конкурсе была и специальная. Она называлась «Навигатор детства». Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. И служит стране, и служит примером правильного отношения к здоровому образу жизни. На Ульяновске на льду ФОКО «Лидер» второй год подряд проходит соревнования по хоккею среди представителей силовых структур. В нынешнем году турнир получил статус всероссийского и собрал представителей восьми регионов. Юные болельщики – воспитанники детского сада номер 110, что расположен в Заволжье неподалеку от спорткомплекса «Лидер». Они часто бывают на матчах, и кто-то из ребят, возможно, уже мечтает стать спортсменом. Но едва ли малыши понимают, что эти хоккеисты необычные – это полицейские, спасатели, сотрудники спецслужб. Кто-то там занимался в спортивной школе, да, и сейчас работает, да, в структурах. Вот, тут уже как бы от этого зависит. Ну и плюс кто-то продолжает, да, там, тренировки регулярно. Наверное, самое главное – это атмосфера, вот дух, наверное, мне кажется, потому что всем приятно встретиться. Наверное, только на церемонии открытия становится ясно, что в турнире действительно принимают участие силовики. Среди почетных гостей – люди в погонах. Собравшиеся говорят и о генерале Александре Назарове, бывшему руководителю органов госбезопасности в регионе, и посвятили соревнования. А Ульяновск заслужил право провести их второй год подряд. Получить удовольствие от этого турнира, в первую очередь, показать все свои лучшие спортивные качества. Желаю всем победы, хорошего настроения. Уверен, что вы еще не раз и не раз приедете к нам на этот турнир. Ульяновская земля по праву считается территорией здорового образа жизни, территорией спорта. И региональная организация «Динамо» не находится в стране, а играет ключевой роль. И мы продолжаем дело Александра Назарова, развиваем спорт. Москва, Ижевск, Казань, Оренбург и так далее. Нынешний турнир собрал хоккеистов в погонах из восьми регионов России. Хозяева выставили сразу две команды. И это тот случай, когда инициатива точно не может быть наказуемой. Хоккей в регионе растет, желающих очень много поиграть, и даже среди силовых структур общества «Динамо». Поэтому сделали две команды. Уровень, конечно, очень серьезный. Ребята подготовились, и я думаю, что будет прям хоккей-хоккей. Хозяев в числе призеров не оказалось. Победили же оренбуржцы. На втором месте представители Тюмени. На третьем – хоккеисты из Татарстана. Игорь Кранцев, Михаил Державин и Александр Рассохин. Весть Ульяновск. Большая Волга. Такое название носит соревнования по бодибилдингу, которые пройдут в Ульяновске. На турнире в стенах «Волга» спорт-арены. Будут соревноваться как поклонники красоты тела, так и участники состязаний по фитнес-челленджу. Этим спортсменам предстоит определить лучших в комплексе специальных упражнений. Ульяновцы готовы защитить честь региона. Называют это проверкой на прочность. Будет несколько упражнений, у каждого будет их по шесть. Нужно будет делать общую сумму. Кто сделает больше, тот, в принципе, победит. Будет как единоличный зачет, так и зачет команды. Это открытый чемпионат, можно сказать, страны. Потому что заявляется, может, кто угодно, любая команда с любого региона. Поэтому конкуренция должна быть, в принципе, на уровне. Уровень конкуренции ульяновцы смогут оценить 4 мая. Турнир планируют начать в полдень. Программа ожидается насыщенная. Честь хозяев будут защищать 15 спортсменов. Прогноз сделать сложно, но вот скажу от себя, чего жду лично я. Я жду, что ульяновцы придут посмотреть. У нас ход будет бесплатный, свободный. Они захотят заниматься спортом. Мы привлечем их внимание, что спорт – это красиво, это эстетично, это здоровье. В октябре прошлого года Ульяновск принимал чемпионат страны по бодибилдингу. И уровень организации соревнований был оценен высоко. К этому часу у нас все вести. Впереди информация о погоде. Следите за развитием событий. Всего доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами днем повсеместно, а небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью умеренный. Температура воздуха ночью по области от 0 до 5 градусов, местами заморозки до минус 2. В Ульяновске – 0 плюс 2. Завтра днем по области от 3 до 8. В Ульяновске – от 5 до 7 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!